Хороший выход такой, к морю, к камням. В общем, побывали мы на пляже Уна-Ватуна. Человек работает здесь и делает тебе денежку. Чем-то тут даже прикольнее, чем в Гуан, друзья. Удивительно, конечно, и необычно. Смотрите, какая бирюзовая красивая вода, друзья. Здравствуйте, друзья. Намасте. Сегодня очередное видео про прекрасный тропический остров Шри-Ланка. Сегодня мы прокатимся до соседней деревни, которая называется Уна-Ватуна. Говорят, когда-то в этом красивом прибрежном месте жил замечательный писатель-фантаст Артур Кларк. Возможно, красоты этого места вдохновили его на написание каких-то из его работ. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться. Перед поездкой мы зашли пообедать в ресторанчик, который расположен недалеко от нашей гостиницы. Я заказал кофе, да, нам принесли вот такое. Сахар, здесь молоко, а здесь кофе. В общем, это классно вообще-то. Я могу себе добавить столько молока, сколько я хочу. Смотрите, какая классная, какая красивая кофейница такая. Молоко отдельное, горячее. Капучино у них нет, но они сварили кофе настоящий. Да, грибы принесли. Только что приготовленные, да? Вот такая закуска. Сейчас попробуем, может, они вообще не острые. Саша поестит. Попробуй, вообще не острые. Мы едем на пляж в деревне Уна-Ватуна, да, называется. Вот они, друзья, шикарные пляжи в Шри-Ланке. Это пляж Уна-Ватуна, вот он сам. Такая структура берега, смотрите, как интересно. Какой-то как клифф небольшой здесь. Красивый, красивый пень. Здесь можно взять шезлонг вот такой в аренду и под ним лежать. Смотрите, какая бирюзовая красивая вода. Кафешечка, тут есть капучино, эспрессо, гамбургеры. И написано меню на русском языке. Такой тип отдыха, который мне не нравится. Называется Тюлень и пляж, я так называю. Здесь, наверное, можно на лодочке покататься. Заплатить водителю лодки, он вас покатает. И вы сможете посмотреть этот пляж со стороны моря. Как его видит какая-нибудь рыба, которая выпрыгивает из воды. Да, мы в самую жару приехали. Сейчас, наверное, начало второго. До четырех будет палить. Лучше сидеть в тени. Если выходить, то в шляпе, мазаться кремом. Это же тропическое солнце. Поэтому здесь и в тени будешь загорать, и через рубаху будешь загорать. Ну, не сгоришь, по крайней мере. Ну, да. Вот я прихожу вечером, душ принимаю, смотрю на себя. Я загоревший через... Через рубашку. Да, через футболку, через все это у меня загар не сходит. Аналогичное тело. Да, когда я загорал еще когда-то там в Ауровиле, так это сколько прошло месяц. А загар не сходит. Он постоянно через рубаху, оно пробивает даже. Здесь такое солнце. Смотрите, здесь такая маленькая хижинка, кафе совсем маленькая. В хижине есть меню на русском языке. Называется кафешка Fish Point, рыбная точка. Ну, конечно, здесь дороже, раза в два дороже, чем то же самое где-то в городе. С учетом курса и хрупий вот этой, это даже здесь тоже недорого. Вот Саше принесли молочный коктейльчик. А у меня ласи. Ласи, вот такой очень вкусный ласи индийская. А у Саши просто молочный коктейль. А что ты ласи не пьешь? А ну ласи вкуснее же, чем молочный коктейль. Надо попробовать. Ласи вкуснее, да? Конечно, это же из йогурта делается. А это просто молоко. А я йогурт с утра уже потребил. А что там у него, кухонька. А, гуд. Так вот все устроено. Человек работает здесь и делает тебе денежку. Слушай, а здесь сезон? Здесь сезон? Да, и старт. Только один месяц. Один месяц? Ага. Гуд. Он вот приезжает тут на сезончик. У него работа есть. Вообще ничего не надо, да, друзья? Вот они, наверное, ни налогов не платят никаких. Просто взял, арендовал тут пятачок земли. Поставил хижину какую-то. И зарабатывает денежку. Вот с этой стороны. Это со стороны дороги. То есть этот пляж совсем рядом с дорогой. Дядечка говорит, много русских здесь. Они тут и живут, наверное. Прямо в этой Уна-Ватуни. Можно, я думаю, здесь снять гостиницу. Или можно в Галле. Или как правильно называется он. Гал. В Галле. Ну да, так и получается, если говорить в Галле. В Галле снять комнату. Как мы живем. Вот очень удобно сюда приезжать. За 150 рупий можно приехать из Галле. Там Кока-Кола. Это кафешка какая-то. Вот проехал чувачок с этим, с мелодией Элизи Бетховена. Они все ездят с этой мелодией. Если Элизи Бетховена, значит это хлеб. Булочки. Всякие, выпечка. А здесь вкусности. Very tasty. I like it. Вот это настоящая шри-ланкийская еда. Вот у нее, смотрите. Это рис и много всяких штучек добавляется туда. Это настоящая. Национальная шри-ланкийская еда. Мне она, кстати, нравилась. Я вошел во вкус. Вот эта еда мне понравилась. Саша тут воду покупает. А это что такое? Вот это йогурты какие-то. Orange. А нет, это какой-то сок. Orange drink. Я ничего не хочу, но вот здесь можно было бы поесть. Да, вкусно. Вот это же, это нут, по-моему. Что это? Нут. Это рыбка. Жареная. А, маринованная рыбка. Друзья, это рыба под маринадом на самом деле. Это, я не знаю, что это. Может быть, соевые шарики. Там лапша какая-то. И курочка. Это лапша. И большое ведро с рисом. Потом придем поесть сюда. Я думаю, у них вот в таких вот забегаловках очень вкусно и дешево. Но Саша не может есть здесь, потому что у них все остро. А я могу пока еще. Пока еще мне можно есть острое. Вот дорога, проезжая часть. И можно вот так раз и через ресторанчик выйти к морю. Мне тоже больше нравятся такие дикие безлюдные пляжи. Поэтому мы пойдем в другую часть этого пляжа. В другой стороне там меньше людей. Может, на те камни. Но там как-то тоже купаться не очень на камнях. Вот только здесь, если искупаться. Написано у нас стеклянная лодка, голубая звезда. Совсем она не стеклянная, она пластмассовая. В общем, друзья, вот такой это пляж. Сам пляж под названием пляж Уна-Ватуна. Поднимаемся в кафе. Еще одно вот такое кафе. Такая закрытая часть. Я так понимаю, тут наверху гостиница. Можете жить здесь прямо около моря. В общем-то прикольно, да. То есть это ресторан при гостинице. Это одна из комнат. Хорошо темно. Хотел сказать темновато. Но здесь для этого климата, когда темно, это хорошо. А что, мне тут нравится в тени посидеть. Чувачок достает из источной канавы кокос, который упал с пальмы. Потом будет продавать его. Подходим вот к этой выездке. Смотрим, что сегодня у нас борщ. Вот в этом заведении борщ. Здесь местность напоминает чем-то Гоа. Какую-то деревню в Гоа. Прибрежную. Ух ты, смотрите, какой домик. Классненький какой домик. А сюда можно зайти, наверное, да, посмотреть, что там. Мне этот домик понравился. Вот так тут внутри. Сашу встречает котик. Он за тобой бежит, котик. Котик, привет. О, какой шри-ланкийский, хороший. Он домашний совсем. Я заметил здесь, на Шри-ланке, прикольные кошки. Привет, котик. Ну, там, если там можно пройти, значит, можно. Зачем нам ломать изгородь? Не надо ничего ломать. Тут уже все сломано до нас. Да, нормально. Здесь просто хорошо ходить по этим тропинкам. Лучше, чем по дороге, где машины ездят. Вот. Здесь красивые дома. Ну, написано, что сейчас был указатель. Было написано, что дорога к пляжу. Вот туда. Смотрите, какой гест-хаус. Здесь, да, здесь как в Гоа, кстати. Вот здесь. Кто был в Гоа, ходил там вот такими улицами в прибрежных деревнях, кто-то, наверное, согласится со мной, что похоже. Тут такой райончик, очень даже приятный для жизни. Тихо, спокойно, машин нет, море рядом. А, карта Шри-ланки, девушка сидит. Hello. How are you? Thank you. Mount Lavigne. Это вот здесь. Здесь мы уже были. У нас мы уже были. Здесь были. Где мы только вернули. Опять по-русски написано. Ну, давайте почитаем. Лучший спа у Наватуна. Потрясающий массаж. Прекрасный массаж. Это типа отзывы. Мечта спа-массаж. 2600. А юридический массаж всего тела. 2600 рупий. Массаж головы. 1300. Кокос в подарок после массажа. Конечно, душевное местечко, райончик. Вот хорошая кафешка. Вообще здесь нормально. Вот так отдыхать. Туристом таким. Раскайфованным туристом хорошо быть здесь. Вот такой столик маленький. Зато большой диван. И можно тут и лежать. Chill out. Один на другом эти рестораны. В гостинице. Все по-русски. Пицца из печи, бургеры, морепродукты, итальянская паста. Да, мы вышли на пляж. Вот он уже пляж. Мы можем, в принципе, здесь покупаться и домой вернуться. Посидим здесь немножко. Часок. Еще сейчас самое жаркое время. Куда-то идем. Идем. Красота. Хорошая тенистая дорога. Да, друзья. Унаватуна. В общем, побывали мы на пляже Унаватуна. Вот такое русское поселение. Там все по-русски. И цены, соответственно, задраны в три раза. Разбаловали шри-ланкийцев. Конечно, места классные. Приличное местечко, интересное. Смотрите, под деревом вот таким. Я уже надеюсь, что я вот здесь просто пройду и поснимаю. И за это с меня не возьмут денег. Как мы там сейчас посидели. Я купил такую маленькую стеклянную бутылочку Кока-Колы, на которой написано 70 рублей. А с нас дед там потом взял 200. За эту бутылочку. Я говорю, что 200-то на бутылке 70 написано. Он, ну типа вы же тут сидели. Долго. Тут собака. Привет, собака. Ты продаешь что-то здесь за стойкой? Косточку продашь мне за 1000 рублей? Фрэнс-кафе. Кафе-друзья. Очень много тут всяких живописных кафешек, конечно. В этой Уна-Латуне. Кокосы, ананасы. Сейл. Распродажа. Чего? Распродажа кокосов, что ли? Тихое, спокойное местечко. Интересно, сколько стоят здесь комнаты. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Может быть спросим, что тут есть. Такая гостиница небольшая. И здесь же есть ресторанчик. Написано, оставляйте ваши ботинки. Разувайтесь и проходите потом туда. Макбук стоит у него. Колоночка Маршал. Прям продвинутый чувак. Как много комнат здесь? У нас есть дом. Один дом. Один дом. А, дом. У него тут кровати просто. Большая комната и кровати. Кровать. Одна кровать что-то там 2000 что ли стоит, он сказал. Кровать просто. В общей комнате. Да ну нафиг. Я заплатил в нашем отеле. Это в общем-то отель нормальный. С полотенцами. С чистыми простынями. Отдельная комната со своим туалетом. Я заплатил 35 долларов за 5 дней. За отдельную комнату прекрасную. Очень хорошо спится там. А тут он мне говорит за кровать 2000 только. Просто за кровать в общей комнате. Где живут и пукают там и все делают. Наверное 8 или 10 человек в этой комнате. В таком климате представляешь, да? В комнате где 8 человек жить. Как в Японии. Это я в Японии жил. В Норите. В городе. В хороший город около аэропорта. В хостеле. Он назывался Гестхаус Азури. Азури Гестхаус. Там вот как-то с 2000 рублей правда. Стоила кровать одна. В общем номере. Там такие двухъярусные были кровати. Одна на другой. Таких двухъярусных штук 6 было. То есть человек 12. В этой комнате большую могло поместиться. Они конечно были не все занятые. Но тем не менее. Но это Япония. Смотрите какая беседка живописная. Вон она пагода. Мы пришли к этому буддийскому храму. Это называется Japanese что? Пагода? Японская пагода. То есть это буддийский храм. Вот он. Это его купол. Как-то мы так быстро дошли до него. И вроде бы как если туда подняться. Там открывается со смотровой площадки. Прекрасный вид на океан. Вообще мы изобрели вот такое место. Конечно здесь не покажут тебе гугл карты. Они не покажут эту дорогу. Потому что по ней не проедет никакая рикша. И вообще не всякий человек и пройдет здесь. На самом деле. Ничего себе. Тропинка какая. Ух. У меня сегодня зарядочка. Классно. Камешки. А вообще здесь замечательно. Вот можно вот так сесть на камень. И посидеть. Подождать Сашу. Ой. Вообще здесь можно даже и уснуть. Тут вот так вот продувается ветром. Прохладно. Хорошо. Правда уснешь здесь. Какая-нибудь животина прибежит и отгрызет тебе нос. Или еще что-нибудь более ценное чем нос. Можно пойти сюда. А можно пойти сюда. Наверное все-таки сюда. Сделаны ступени из камней. Саша. Смотри какое место. Очень хорошо. Очень классно. Друзья. Просто вы гуляете где-то в лесу. Ой. Вот рекинг своеобразный. Do not put king coconut. Ага. И вот мы приходим уже на Jungle Beach. Это ресторан на входе в Jungle Beach. Чем-то тут даже прикольнее чем в Гоа. Друзья. Вот реально. По ощущениям тут. Удивительно конечно. И необычно. Катаются на лодке. Потом ныряют. Купаются. Вот эти все растения они колючие. И надо очень аккуратно ходить. Потому что какое-нибудь растение обязательно вас поцарапает. Или проколит вам шкуру. Вот хороший выход такой к морю по камням. Отлично. А сам пляж он вон там. Это Jungle Beach. Где Саша то пропал. Саша пропал. И на этой интригующей ноте друзья я закончу сегодняшний ролик. Продолжение наших блужданий по джунглям. Смотрите в следующем видео. Мы с вами побываем на пляже Jungle Beach. Пляж в джунглях. Он так и называется. И кстати этот пляж мне очень понравился. Мы посмотрим на остатки разбитого корабля. Побываем в красивом буддийском храме Японская Багода. Откуда открывается замечательный вид на океан. А я с вами временно прощаюсь друзья. До свидания. Всех благ. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok